валяет дурака по полной программе идут новый проект вместо майдана незалежности в киеве вернуть или сделать какую-то русскую площадь и там сделать аллею русских царей теперь вопрос настолько не в том делать или нет а в том какие русские цари достойны там стоять вот делал это на самом деле вопрос архитектуры просто чтобы понятно было да архитектура это же такая история то есть вот если к сожалению алексей не успел рассказать эту историю но еще там генплан севастополя был готов уже тогда когда еще здесь в севастополе были фашистские войска до 46 или 47 год останавливаться белый знаменитый город из анкерманского камня начал да а готовился генплан еще когда здесь были фрицы поэтому в целом мы уже сейчас должны создавать образ будущего на территориях и в одессе и там днепропетровске и так далее так далее чтобы чтобы ну и для них чтобы было понятно как это будет круто что такое немножко обтекаемо говорит я скажу проще что генплан одессы киева и львова готова же процентов на 80 знаете я я реально люблю підігрувати російський пропаганди от питань просто нема но я хочу я хочу запитати это сейчас мне сейчас напишут в коментарях мешканцей львова а в нас за что а мы так как они же бесконечно разговаривали что это колеска бандеревского руху и далее за текстом и львов тоже исконна русская земля где это мапа дайте подивиться на ней да и врешт и решт они сидят в севастополе рассказывают про захопление одессы днепра киева вы нам обережнейше не дай боже під час эфира строн чедо по вам прилетить одна справді є дослідники які намагаються встановить коли ж коли ж саме український народ зійшов зі своє праведної стежки коли ми стали антиросією коли так почали ненавидіти росіяни російськомовних і виявляється ні не тоді коли вони нас катували вирізали вбивали гвалтували мало хто знає просто не було інтернету не було камер але і хлопчики розпіяті і поїдання русскомовних російськомовних почалося в далекому 89 і в нас зараз друзі є неймовірне свідчення докази свідка тих процесів що виявляється Україна що будучи колонію радянського союзу вже в 89 знала що ми що ми будемо нищити російську федерацію і всю російську армію вона при не восприняли в штыки потому що я заговорила з ними на російськом языке родственники мне так в принципі не скрывая сказали що здесь ти не приживешся роботи ти не найдеш даже мати поли а дітей в садике в школі будуть забивати по тільки потому що не розговарюють на русском языке так і ще раз в якому году это 89 да поэтому у меня війна началась намного раніше і ви напевно зараз кажете слухайте так в нас же були оці закони ківалова каліснікова в нас були кровосісі чиновники які наговорили російською стільки всього треба було дев'ять кіл пекла пройти щоб захистити українську мову де вона взялася але із пісні слів не викинеш це дуже наочний доказ того як російська пропаганда працює на свідомість що абсолютно легко можна сказати що її ще хотіли з'їсти у пологовому будинку тому що подивилися і кажуть ні ні українка русская або її там як в спарті десь скинути зі скелі немає значення правда це чи не правда вони це абсолютно вірять і на них цей експеримент можна ставити безкінечно тут эта дичь которую вы сейчас услышали реальная дичь это на самом деле кусочек цитаты государственной политики ітак дмитрий алкогольович медведев который известен своими контроверсийными назовемо так постами отреагировал на слова главы комитета бундестага по вопросам обороны мари агнес штракциммерман которая призвала протеста германии немедленно предоставить украине немецкие крылатые ракеты таурус и разрешить им атаковать цели на территории российской федерации на что зампредседателя совбеза рф бывший президент заявил в таком случае удары по немецким заводам где эти ракеты делают будут полностью соответствовать международному праву все таки недоумки толкают нас к третьей мировой как говорится что у путина на уме то у медведева на языке тем не менее реакцией на очередной как бы так сказать слово такое выпад назовемо так выпад медведева на данный момент не последовало но очевидно больного белой горячки все-таки должны осматривать врачи наркологи они реагировать на них политики тем временем сша избежали временного шотдауна президент байден отреагировал на одобренный конгрессом законопроекта временного финансирования правительства сообщаются о том что если бы этого не произошло с 1 октября должен был бы начаться шатдаун для того чтобы этого избежать конгресс принял законопроекта временного финансирования на 45 дней байден заявил о том что хотя спикеры подавляющее большинство членов конгресса были непоколебимы своей поддержки украины в этом соглашении не предусмотрено нового финансирования для продолжения этой поддержки ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить чтобы американская поддержка украины была прервана говорится на сайте белого дома тем временем сенаторы сша в двух партийном заявлении представители обеих партий конгресса подтвердили свою приверженность украине ближайшие недели мы ожидаем что сенат будет работать над тем чтобы правительство сша продолжала предоставлять критически важную устойчивую безопасность экономическую поддержку украине говорится в совместном заявлении сенаторов как известно в конгрессе большинство за республиканцами несмотря на позицию спикера палаты м маккарти вот которая отличается от части позиции и других республиканцев по помощь украине которая изначально предусматривалась на уровне 24 миллиарда долларов потом была сокращена до 6 миллиардов конечном итоге выделено так и не было считается что причина это является более жесткая позиция республиканского крыла часть из которого не все но часть из них связано с бывшим президентом сша дональдом трампом против которого америке выдвинут ряд серьезных обвинений в том числе мошенничестве соответствующее решение недавно вынес суд нью-йорка вся эта история крайне негативно влияет в том числе на обучение украинских пилотов f-16 об этом заявили в пентагоне тем временем владимир зеленский накануне провел альянс оборонных индустрий в киеве к альянсу уже присоединились 38 компаний с 19 стран сообщается о том что компания производящие байрактары в течение ближайших полутора лет инвестирует в украину свыше 100 миллионов долларов и построит завод по производству турецких беспилотников в форуме приняли участие беспрецедентное количество 252 компании из 30 стран мира альянс альянс оборонных индустрии который объявил президент зеленский будет создан и работать первую очередь над локализацией производства иностранного вооружения и техники в украине на данный момент ряд компаний в частности немецкая район метал уже подтвердили строительство своих заводов также заинтересованность в производстве в украине проявляют британские американские компании подпишитесь на канал и не пропускаете новое видео пишите коментарии и делитесь с друзьями мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на патреон або других удобных платформах реквизиты в описи до видео